Девушки отдыхают Девушки отдыхают Во Владивостоке А как думаешь, что благодаря твоим действиям Уход спецоперации мог поменяться? Я надеюсь, что да Что не напрасно все это делалось И что я внес свою какую-то лепту В нашу победу Которая будет Несомненно Несомненно А за два года тоже на специальной военной операции? Да, это еще с киевского направления Это когда мы 24 февраля зашли Заместитель командира Инженерно-саперного взвода Владислав Налейкин действовал В составе штурмовой роты Мы занимались минированием Постоянно после Наступления, контрнаступов Чтобы противник не мог продвинуться к нашим лесополосам Мы ставили мины в ночь Перед позициями Постоянно заделали брешь Что противник не мог пройти То есть вы можете сказать Как оберегали наши Наши позиции, да Чтобы конечно они на технике не могли подойти Ну и пехота В том числе Я знаю, что специальная военная операция Для тебя не первый боевой опыт? Так и есть Где ты еще был? Сирия, боевая служба там Миротворческая деятельность не сравнят Настоящий опыт Первый, можно сказать, от СУ На спецоперации с первого дня Владислав шел впереди со штурмовиками Мы пересекли Чернобыль Начали пересекать мост Но первое, что увидел Нас сразу встретили Засада Начались обстрелы минометные Я шел с десантно-штурмовой ротой На командирском батэре В голове вышли Одни из первых И удары приходили сразу напополам? Ну да, да, да Впереди нас сюда колонны Двигались разведчики Первые они ступили И следом мы ступили в бой Колонна встала на мосту Ребята приняли бой И я тоже с десантировался Первым делом я начал на мосту Искать грузы-четыре вещества Ну потому что провода проходили Они фугасы и все остальное заминировали Первым, что я делал Срезал провода Чтоб не было подрыва Так же вступил в отражение То есть ты и разминированием Дозанимался И в бою стрелковом Участвовал? Да, да Местец штурмовой группы Спешимся! Поставленная задача была Взять населенный пункт Мы выдвинулись сюда Бронетехника Осталась в лесополосе Высадились Бронегруппа Отстреляла с батэра В первую линию Начала подавлять Ну и мы спешились И пошли наступление Там пахоты были, поля и речки Пахоту проходишь, речка маленькая Пахоту проходишь, речка И остановились возле Ирпени А Ирпень довольно широкая Широкая, она стечением Командир принял решение Мы переплыли речку А как? Вплавь совсем Ну, снаряжением, конечно Если переплыли Ну и пошли штурмовать Уже населен этот пункт И закрепились там Там же глубоко Ну глубоко, да А как ты плыл? В атаке плыл Товарищи Подавали ремни автоматные Чтоб цеплялись Ну и друг друга вытаскивали Вот так Лесенькой, можно сказать Одни переплыли Других товарищей вытащили И это ж март, месяц Холдно, да? Ну холодно было, конечно В погодах не теплое было Ну там потеплее, конечно Чем в России Все равно Холодно Минус все равно стоял Ну задачу нам было выполнять Просто они взорвали мост Который шел На эту деревню И понтоны навести Там не могли Поработали минометы Артиллерия Надо было закрепляться Все завязал с собой Мы начали Первые участки деревень Начали зачищать Они как бы чуть откатились Назад ушли Кто-то там подстался Все равно У них были мятчиков расчеты И все остальное Они держали все равно позиции Мы их выбивали с домов Бой шел вторые сутки Противник оказывал Упорное сопротивление Начали закрепляться Закрепляться И зачищать То есть ты двигаешься Тебе нужно И смотреть Эти растяжки Да И просто ведешь Стрелковый бой Там так получилось Больше уже работал Как штурмовик Вместе со штурмовиками Там уже конкретно Будет штурм Заходим за зачисткой Каждого угла здания В комнаты Посмотром Мы начали продвигаться Там получается Двухэтажное здание было Там как раз усидел Пулеметчик В расчет пулемета Снайпер сидел Ну и пехоты там Наверное тоже Я их не считал Начали зачистку здания И начали продвигаться Вот тут трехэтажный Получается четвером заходили Мы с одного начали входа Товарищи обошли С другого И начали их теснить В помещениях Ну и здесь у нас Вначале заходили гранаты Потом мы заходили Ну и вот так постепенно Каждый угол за углом Досмотром Прикрывая другую горе Заходили и защищали В тот день Владислав получил Первое ранение Они взяли Украинского разведчика Нужно было поскорее Доставить его командиру Взяли украинца В плен Хотели перетащить Другой участок Украинцы зашли С другой стороны И нас начали Чучуского Кольцо Потихоньку Отрезаться от остальных А мы его хотели Перевести Ну чтобы узнать Сколько их человек Там находится Все остальное И вот когда мы начали Перебегать Мне в ведро Ему в ногу С вылетом Тоже наспись Меня ребята Тащили Перевязали Правильную медицинскую помощь Оказали Дальше продолжали Выполнять задачи А это на какой уже день Боя произошло? Второй день То есть Два дня Там Без сна И отдыха Дальше продолжали Еще двое суток Раненый Владислав Продолжал вести бой Ну а как там Там никак Тяжелых раненых В подвалы Конечно Затаскивали всех Как бы В безопасное место Ну потом уже все Нога отказала А как тебе было Все это время? Так как Нормально Всегда надо с холодной головой Относиться Нормально Побороть страх свой И работать Продолжать работать А панике подаваться Если паники подашься Да В любом Я думаю Что и в водолазном деле И в парашютном Люди погибают Из-за неумения И впадают в панику Путь воина Для Владислава Начался со срочной службы К ней он готовился Серьезно Помогли им Многолетние занятия Самбо Футболом Опыт участия В соревнованиях Попал в спецназ Тогда Чтобы туда попасть Надо было Проходить обкатку Это получается 10 километров Бронежилете бегал Потом Брусья, турники И три спарринга Я сам бист Борез До 17 лет Да Профессионально Потом Выступал на флоте И на округе Ездил До начала СО Все равно выступал За сборную флоту По борьбе Кандидат на серо спорта И что тебе это спор дал? В первую очередь Спорт дает Дисциплину И характер Как бы Все По чуть-чуть дал У меня отец еще дал В 6 лет Дал Ну у меня Пошло Нормально пошло Там и закалялся Твой характер Ну наверное да В зале закалялся По соревнованиям По городам Нельзя А вот эти соревнования Ты помнишь Свои ощущения Может быть Какое-то Волнение Что это Волнение Всегда Да Есть Волнение Как Волнение Перед схваткой Всегда Оно присутствует Как это даже Мандраж Если значит Соперник Сильный Либо равные Ну все равно Присутствует Волнение Ну кто-то Вышел на ковер Руки Пожал Свисток Уже все Оно проходит Ты уже начинаешь Как говорится Бороться Еще до спецопераций Влад доказал себе Что умеет Не обращать внимания На боль На пути к победе На Дальнем Востоке Он здесь выиграл Его отправили Четыре Волонды куда-то Набиротел Там второй Стал Потом он ездил Все по вооруженным силам Там он тоже был В призерах Причем сошел Он из-за травм И подвиг Он там боролся У него рука У рука Опять же Выбитого Болело Вышел там На поединок Боролся Сержень у него есть Это тоже Какое-то Внутреннее Состояние Это И в человеке Должно сидеть И на это не воспитаешь Это мое мнение Нам на флоте Всегда тоже говорили Как для У нас очень часто Потрабатывали трилоги Говорили, что Паниковать нельзя Влад, а для тебя Вот эти четыре дня Освосточенного боя Что было самое главное? Главное, люди Чтоб больше людей Сохранить И задачу выполнить При этом Понеся минимум Потерь Нам надо было отходить Мы были отрезаны До конца Никто не хотели Выходить Ну-ка мы решили Что надо выходить Техника не могла подойти Потому что Пантом Сразу отрабатывали И артиллерия И минометы Выходили опять Пешком Пешком В плащ И все остальное С ранеными А там уже Начинали эвакуировать Там уже техника Стояла Как такое Пережить вообще Можно? Как и все Переживается Так же Так и пережить А потом Тебя уже эвакуировали В Россию? Да Там сделали операцию Достали Осколки От пули Оставшись Там я пролежал Приехал Восстановился еще Ну и вернулся обратно Врачи там говорили Там ну Мне надо было Долечиваться По-хорошему Да И там я осколки Набуду вставать Я как встал На ноги нормально И все Командир бригады Собрал в клубе Спросил кто готов Там через 12 дней Я уже оказался На другом направлении А почему Ты захотел Опять туда Хотя тебе нужно было Восстанавливаться Потому что там Пацаны Друзья Братья А когда ты вернулся Опять после ранения Как тебя встретили? Как будто Как будто я не уезжал Так сказать Повидел товарищей Своих Друзей Наверное Вот этот самый запоминающийся Радостный момент Что все хорошо с ним Боль Ледяная вода Усталость Опасность Реабилитация После ранения Он преодолел все Помог разнообразный опыт Полученный в армии Я водолаз Я еще Я в разведывательном Возводе Служил Квалифицированно Может быть и в этом тоже Потому что Под воду спускаешься Там тоже надо действовать С холодной головой После аварии Еще что-нибудь Чтобы сохранять спокойствие И исключить эту аварию Выйти с этого положения А на какую максимальную глубину Ты погружался? На квалификацию Водолаз ОМФ У нас До 10 метров По квалификации Да, когда я служил Водолаз ОМФ Ты получается Как и в пехоте И с парашютом прыгаешь И под воду погружаешься А с парашютом Сколько у тебя прыжков? С парашютом У меня 30 прыжков Это я еще Еще на срочке Когда служил Я прыгнул Пришел со срочной службы И пришел на контракт Служить морскую пехоту Ты вообще Со всеми стихиями Совладал На земле И под водой И в воздухе Ну как-то получилось Да, в жизни Так Везде Да В себя попробовал Младший братишка Влада Ярослав Тоже занимается спортом Вдохновляясь его примером Ярослав Подойди к нам Ярослав со мной сидит У меня Один был детства Это Ярослав Ярослав Тоже Сейчас занимается сам Ну а здесь он еще Совсем лялечка Только родился Ну это Его поздравительная открыточка По-моему в первом классе он был Поздравляет меня С 23 верля Это его Одна из первых фотографий В форме Ну это он уже в армии На выходе В тайге зимой По несколько дней Там лазили По тайге Зима ли это Не имело значения Покажи Ярослав Ну вот когда Владислав служил Мне такой выбил Подарил свою службу Здесь написано Спецназтов Хауай называется Это на Русском острове С этой стороны Долг в честь отвага Ну это Их девиз Наверное Так надо сказать Это была интересная Трудная служба Но очень интересная Он ее всегда с благодарностью Вспоминает Наверное Эта служба стала поводом Чтобы он стал военным Попал туда Куда надо И в общем-то Я считаю Это то, что для него нужно Формирование Его складывалось Как почти У всех пацанов В школу В школу Улица Ну Сам бы он очень долго занимался Пайникова Не был никогда Когда ему исполнилось 18 лет А исполнилось В конце ноября В начале декабря Он уже служил На острове Русский Спецназ Тихоокеанского флота Он служил Пришел домой Все-таки Решил стать военным Пошел служить На контракт Морскую пехоту Он сам осознал Это что Видимо это для него Еще два месяца На передовой Каждодневное выполнение Боевых задач Второе ранение Шумовой группы Заняли лесополосу Они ее захватили И потом противник Начал прорыв делать Ну отбивать хотел Они сдержали лесополосу Выбили его обратно И там были проходы Получается Позиции противника Там 800 метров Недалеко Тоже лесополка И нам было Заминировать проходы Мы пошли Вначале утра Высадились Начали мины перетаскивать Потому что на технике Не подъедешь Технику сразу Сразу обстреливают Начали перетаскивать Пшиком Через одну лесополосу В другую Начался обстрел Артиллерии Минометов Мы пересидели Уже вечер Вечером начали Все в ночь Начали это делать Пошли минировать Мы все Все выполнили И начали обратно Заходить лесополосу И сорвали Растяжку По руке Отказала Ну и жесткую боль Почувствовал Нерв Очень такая Неприятная Штука Свою лесополосу Оказался на себе Первую помощь Наложил турникет Повязку Бандаж В лагерь приехал С персоналом Спокойно вещи собрал Тоже не хотел Аввакуироваться Мне не сказал У тебя осколки Надо ехать Ты не хотел Все равно Давно Я посмотрел Вроде Постолки Дырки маленькие Ничего особого Думал пальцы Отойдут Контузия Думал Какая-нибудь От удара Оказалось Не так все просто И операцию сделали Уже Начал сгибать Не могу там В стороны Чуть пальцами Не менее есть Но уже На поправку Иду Еще чуть-чуть А как Стрелять Да стрелять Нормально Восстановился Почти Локтевой нерв Да Разрабатывал Сейчас уже Обратно выезжаю Кто если не мы Кто должен Уже Родину защищаем Военный В первую очередь Он защитник Катликов И Он образец Даже можно сказать Для людей Храбрый воин И внимательный Сапер Владислав Был награжден Медалью за отвагу И орденом мужества Ладно Скажи пожалуйста Что для тебя значит Орден мужества Память О людях Обо всем И вообще Находится Твоя специальная операция Я вручили Уже после второго ранения Уже В бригаде Я был Воспитали Пошел Орден мужества Ты столько всего Пережил Да И вот Что ты чувствовал Когда Тебя награждали Гордость Командиру Достоин Больше всего Гордость Чувствую Когда Ты получил Орден мужества Когда тебя наградили Как для родителей Это было Родители Восторгивали Гордость Гордились Так сказать Что отец Сказал Похвалил Сказал Молодец Ты достоин Все А мама То же самое Все слова Все радости Он здесь На развлечении Был раненый Просто он мне позвонил Я не могла Собяфил Скинул Скинул Естественно Я так это Приятно был удивлен Орден мужества Это довольно высокая Заслуженная награда То есть орден мужества Можно сказать За все Что ты там был Да Медаль за отвагу Он получил Скажем так В начале боевых действий Откили Насколько я помню Был раненый Выйти Оттуда не было возможности Скажем так Ехать в госпиталь Поэтому Пришлось Внимать ранен А какая медаль У тебя Много Для тебя Важнее всего Ближе всего К сердцу Медаль за отвагу Дается только военным За личное проявление Качества Он служит При совершении Какого-либо подвига Скажем так Ну и медаль за отвагу Она еще Советского времени Она мне ближе всего У меня отца Дед У него два ордена славы И медаль за отвагу То есть За великую отечественную войну А дедушка Ты застал Нет Это по рассказам Отца о нем Да Да По рассказам отца У нас в общем-то Много предков достойных было Дядьки Деды Все воевали Отец там на кубе Ну полно на лодке Присутствовал Об этом В этот кризисе Но у меня Два деда Максим Терентьевич Александр Михайлович Погиб Погиб Вернулся И два дядьки Один дядька Тоже погиб Один вернулся Ну я больше всех Общался Кого помню Это я обещался С дядей Куликов Илья Максимович Он мне что-то рассказывал Был танкистом Он где там С 41-м С 42-м ушел До 45-го Дошел до Берлина У него много наград Он имеет Два ордена славы Всегда хотелось Быть достойным Своих дедов С детства Это прививали И правильно Чтоб чтить Помнить И соответствовать Сейчас попрошу тебя Ответить на вопросы Ради чего стоит жить И за что не страшно Умереть Скажешь А я запишу Хорошо? Жить стоит Ради семьи Ради будущего Ради защиты Своей родины И жить как можно Дольше Чтобы ее защищать Умереть не страшно За свою родину За свою семью За своих боевых товарищей Редактор субтитров А.Семкин